Борис Харитонович Канельский родился и вырос на Украине в Черкасской области. Война застала его в 15 лет. Несмотря на то, что с тех пор уже прошло почти 8 десятилетий, он очень хорошо помнит тот день – 22 июня 1941-го. Тогда всей семьёй они услышали сообщения, что началась война. Особенно переживала мама. В её памяти ещё были эпизоды гражданской войны. Она когда услыхала, что началась война, она побледнела. Очень переживала, потому что знала, раз война началась с таким жестоким врагом, значит, очевидно, и её мужу придётся, моему отцу придётся идти воевать. Так оно потом и случилось. Отец ушёл на фронт, а Борис Харитонович вместе с мамой и младшим братом уехал в эвакуацию в Среднюю Азию. Там, в Ташкенте, он окончил школу и работал на авиационном заводе. А в 18 лет был призван в армию. Попав в 295-ю стрелковую дивизию, Борис Харитонович служил в артиллерийском полку. Был наводчиком 76-миллиметрового орудия. Сражался в боях в Западной Украине, принимал участие в освобождении Варшавы. Пройдя всю Польшу, дошёл до Берлина, где был ранен 30 апреля 1945 года. О победе он узнал, находясь в военном госпитале. 9 мая, это такой день был. Мы когда по радио нам сообщили, мы узнали это в 12 часов дня. Вот когда сообщили, там что творилось, это ужас. Ну, люди прыгали, плакали, обнимались, что наконец-то кончилась война. Потому что вот только вчера стрельба такая была, и тут вдруг затише, тихо. Объявили, что Германия капитулировала. Мы начали стрелять со всех видов оружия, и стрельба была страшная. Чтобы вспомнить суровые военные дни, ветерану не обязательно перебирать старые фотографии. Леденящий душу ужас навсегда остался в памяти Бориса Харитоновича. Несмотря на почтенный возраст, а 4 февраля ему исполнилось 94, фронтовик тесно сотрудничает с Советом ветеранов округа, выступает на уроках мужества в школах, а также издал книгу своих воспоминаний. Из-за военного конфликта на Донбассе, где он жил до недавнего времени, в 2014 году Борису Харитоновичу пришлось уехать. Вот уже почти 6 лет он живет вместе со своей внучкой в Видном и благодарен местной администрации за оказанную поддержку. Нам помогали все. Вот благодаря... в администрации был председатель Совета ветеранов Пикуль. Вот сейчас он уже в области. Вот... просто молиться. Просто молодцы. Просто огромное спасибо всем. Помогли нам, дали вплоть до того, что нам дали кровать. Вот не было ничего. Дедушки дали кровать. Как бы нам дали постельное белье. Мы приехали сюда, мы ехали летом. Приехали, как говорится, в летней одежде. Мы ехали на две недели. Мы думали, что это не война, а закончится все очень быстро. Несколько дней назад к военным наградам Бориса Харитоновича добавилась еще одна. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ему юбилейную медаль в честь 75-летия Победы. Если мы будем помнить, подвиги наших победителей никогда не будут забыты. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.